Девушки отдыхают Мы понимали, как Бог вытаскивал нас из тупиковых или трудных ситуаций, либо сверхъестественно, либо посредством других людей. Вспоминаю следующие места Писания. Это 33-й Псалом, 7-й стих. «Се нищие воззвалы, Господь услышал и спас его от всех бед его». А еще Исаия, 63-я глава, 9-й стих. Бог говорит через уста пророка, во всякой скорби их Он не оставлял их. И ангел лица Его спасал их по любви Своей и благосердию Своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Также вспоминаю книгу Исход, 3-ю главу, где Бог проявляет милосердие к порабощенному израильскому народу. Он говорит, «Я увидел страдания народа Моего в Египте и услышал вопль его». Я хотел бы с вами поговорить о двух ситуациях. Первая ситуация — человек поступает правильно. Тем не менее, он сталкивается с проблемами, противостоянием, и ему угрожают, несмотря на то, что он действительно прав. Хочу немного поговорить о пророке Иеремии. В начале книги пророка Иеремии записано что-то интересное. Бог призвал его с раннего возраста и поставил его пророком. Иеремия сказал, «Господь, не могу быть пророком, не умею, я ничто». Но Бог сказал, «Я сам буду вкладывать слова в твои уста. Ты произнесешь то, что я тебе говорю». Иеремия так поступал в течение всего своего служения. Тем не менее, мы знаем, что этот пророк часто плакал, часто встречал сопротивление. Этот божий человек однажды оказался в очень сложной, даже очень опасной ситуации. Люди хотели отнять у него жизнь. За что? Дело в том, что в своих пророчествах он говорил то, что не нравилось людям. Например, в какой-то момент он сказал, что «Вавилонине придут захватить Израиль». Но Бог дал четкую инструкцию через пророка. Вы не должны сопротивляться. Вы не должны сражаться. Вы должны сдаться и уйти в плены. Бог будет с вами. Однако это послание было воспринято отрицательным, как слово «отчаяние» и «разочарование». Царь и религиозные люди того времени совершенно отвергли это послание. В 38-й главе книги пророка Иеремии, в 6-м стихе, мы читаем, что Иеремию принесли во двор стражей, и там бросили в яму. А почему в яму? Дело в том, что его хотят исключить из общества, убить его. Написано, что Иеремия погружается в эту яму, где нет воды, а только грязь. Грязь поднимается, и он медленно в нее погружается. Нам сложно представить, насколько он был встревожен и что он пережил тогда. Это мне напоминает 68-й псалом со 2-го стиха. Это псалом Давида, и, возможно, Иеремия знал его и молился этими словами. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я из немог от вопля». В этот момент Бог проявляет сострадание по отношению к Своему человеку. Он не допускает, чтобы он был испытан сверх сил. Бог также не допускает, чтобы мы были испытаны сверх сил. А вот что происходит в жизни Иеремии. Бог располагает сердце иноземца из царского дворца. Он ефиоплинин. Его зовут Авдзимилех. Это означает «царский слуга». Он евнух. Его задача служиться. Он близко к сердцу воспринимает то, что происходит с пророком, и он проявляет невероятную смелость. Он подходит к царю, чтобы попросить о милости. Несмотря на то, что царь хотел смерти Иеремии, он передумывает и говорит «хорошо, возьми 30 человек, спускай веревки, и попроси Иеремию хвататься за эти веревки, чтобы его подняли». Представьте, что 30 человек выстроились, спускали веревки, Иеремия всеми силами хватался за эти веревки, и в акте совершенного единства его подняли из ямы. Что я хочу передать с помощью этой истории? Бог может спасти вас посредством молитвы многих людей. Бог делает это с помощью молитвы и ходатайства людей, чье сердце расположено, которые в единстве соглашаются помочь вам выйти из трудной ситуации. Когда вы в плане Божьем и творите правду, Бог будет мотивировать и мобилизовать людей, чье сердце будет расположено к вам, которые будут всеми своими силами и верой ходатайствовать, чтобы вы поднялись, как и Иеремия. Вы сможете выбраться, потому что молитва церкви — это сила. Я не верю в виртуальную церковь. Есть люди, у которых по трое или по три тысячи друзей на Фейсбуке, но на кого можно на самом деле положиться? Когда вы внедрены в общество, есть люди, на которых вы сможете положиться. Они будут рядом, решающие трудные моменты. Когда будет нужда, вы сможете на них надеяться. Я так много раз переживал это и убедился, что это действительно работает. Цитирую Давида, это 39-й псалом со 2-го стиха. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Теперь есть также вторая ситуация. Бог дал мне такой образ, который я хотел бы вам передать, потому что я думаю, что это соответствует ситуациям, в которых находятся некоторые из вас. Однажды я увидел видение человека, ходящего по пляжу. В какой-то момент человек начал погружаться в мокрый песок. Человек погрузился до колен, и сам не мог выбраться оттуда. Это был пляж у Северного моря, и попозже я скажу вам, почему именно там. Итак, этот образ указывает на людей, которые сами попали в грязь. Они сами вошли в эту грязь, так как приняли изначально неверное решение, согрешили. Таким образом, вы погрузились, и теперь не можете выбраться из трудной, опасной ситуации. Вы стоите на месте. Бог говорит через этот образ, что ты нуждаешься в покаянии. Ты должен осознать, что твои ноги в грязи, и что ты оказался там, потому что ты совершил ошибку. Явно не послушался и не исполнил волю Божию. По своей милости, Бог желает тебя вытащить. Итак, действие происходило у Северного моря. Почему? Потому что был прилив. Был прилив, и сила воды подняла погруженного в грязи человека. Это образ силы Духа Святого. Человек был поднят сверхъестественным образом, так как он покаялся, и он был освобожден от этой ситуации, потому что Бог помиловал его. Я завершаю сегодняшнее послание. Я думаю, что оно актуально для некоторых из вас, которые смотрят меня. Итак, хочу вам сказать, больше никогда не возвращайтесь к ситуациям, которые погрузят вас в грязь. Отдалитесь от всего того, что не угодно Богу. Господь поможет вам и всегда поддержит вас, даже если вы застрянете в этой грязи. Он проявит милость, но для этого попросите его о спасении. Взывайте и кричите. Вы можете вопить, так же, как это делал Ионова Чревикита. Спаси меня, Господи, и Бог обязательно услышит вас. Далее покайтесь в своих грехах, и Бог вытащит вас силой своего Святого Духа. Пусть Бог обильно благословит вас, и до новой встречи.